здравствуйте дорогие друзья у нас сегодня семейная поездка мы собираемся покататься на лыжах можете на сноубордах на краб маунтан я сначала сказала mountain crabs чем вызвало бурю смеха как красный краб си спанчбобом а вообще называется крэп маунтэн не то есть не множество множественное число а единственное число окей мы очень просим прощения за то что у нас немножко камера бегает у нас сегодня эмоциональное веселое настроение в целом хотим передать им это и на нашем видео вот а еще мы заметили что некоторые подписчики спрашивали как там детки поживают какие у них новости как в школе дела и в последнее время у них довольно много событий произошло расскажите пожалуйста ребят маргошка как тебя дела у меня в школе все хорошо мы вот недавно ехали мы вот недавно ехали на экскурсию на краб маунтэн и сейчас мы тоже туда едем мы вот недавно ехали на экскурсию в краб маунтэн совсем грейт-6 и нас очень качал в автобусе да тебе понравилась эта поездка ну да мы без тех палочек которые специальные для лыжи как и для начинающих не надо всем палочкам надо без них без этих палочек и насколько я понимаю тебе там так сильно понравилось что очень сильно вдохновила папа с мамой тоже туда поехать вот мы едем всей семьей да да там очень круто артур коты как у меня тоже в школе в принципе все хорошо вообще все хорошо и недавно был у меня турнамент по хоккею и мы конечно проиграли но сказали то что другие тренера сказали то что мы поднялись вот отсюда вот сюда из гораздо лучше игра начинаем и как упасть постепенно начинаем лучше играть и уже стараемся все больше и больше будет отличные новости вы растете и двигайтесь вперед да ребят а где вы были артур мы были в аромакту это город примерно два часа и с нашим от нашего города аромакта да и вы там оставались на ночь да да где оставались в отеле в отеле аромакта но назывался да и ну как бы как бы тогда и и нас там было там было весело там и мы со всеми играли играли в мини стикс это как бы хоккей но со шариками и с маленькими клюшками да еще разводе рождение тренера там было так было тоже весело у вас такие близкие отношения в команде да да вы там друзья да мы все друзья . это первый раз и так далеко был один от нас и она дома да а то есть это так долго туда первый раз жизни только сам поехал с командой до это была твоя самостоятельная поездка но по сути я все время сам еду в другие города почти все но если считать на 1 время туда а вот недавно были праздники новогодние рождество новый год как вы провели это время это огромное впечатление на тебя произвело да да там очень классно было чем тебе нравится монреаль очень большой там куча больших зданий они очень красиво смотрится особенно ночью еще мне нравится то что да то что когда то что ты заезжаешь в монреаль а до дома тебе еще 20 минут ехать и можно прогуляться по городу еще 20 минут пока доедешь до дома это круто и было красиво магазин европейских продуктов потому что вместе и румынские и виды молдавские и румынские и белорусские украина в этом магазине заходишь а там русское радио и русский язык хотя продавщица была румынкой да даже молдаванкой да помню что на параметке говорила и понимала русский и понимал русский да и тоже это помню в общем нам понравилось она что похож монреаль маргарита ну вы видели один дома в нью-йорке мы обязательно съездим не мы посмотрим что это за город но если честно то мне больше нас которые были раньше вообще я прибавил чем тебе расскажи артур вот это я думаю будет интересно подписчикам чем тебе нравилось как было раньше когда беду очень долго не было настроение новогодние и вообще но это бывало на вагон как это настроение но там новогодние потом но было потому что на плетут на тех людей с которым вы праздновали общеновый гость ты скучаешь да я не обращаюсь кучаю наверно потому что снег зима все-таки канады и и кое-где еще не убрали рождественские декорации я заметила по городу новогодняя елка еще на берегу через реку от нас на американском берегу она еще до сих пор горит кстати у американцев а почему а потому что я недавно узнала что кажется там грунт замерз и просто вы чисто из-за технической причины елку не убирают потому что это круто земля замерзла но мы наслаждаемся красотой мы даже из окна все это видим нашего дома артурчик скажи пожалуйста и маргарита вас уже вы заговорили о друзьях много ли у вас друзей приглашают ли они вас в гости ходите ли вы с ними гулять и так далее ну вот можете по очереди не много друзей но они у тебя есть два друга и это мало это здорово так тебя пригласила ты была в гости уже тогда но это у меня только два две подруги у тебя нормально маргарита канадки да они не из моей я из моего класса и просто что они из параллельных классов или они старше из параллельных только вниз французского она не знаю как я знал грустно здорово может французский подучить а ты артурка у тебя много друзей друзей да у меня их куча но и самых лучших в канаде довольно таки довольно таки тоже много там скажем там 10 скажем так 10 неплохо молодой человек 15 я очень рада могу от себя сказать что ты у нас дружелюбный человеке к тебе все тянутся это очень здорово да да ты счастлив ну круто еще что-нибудь хочешь нам добавить да я не люблю когда снимают мое лицо а я не снимаю твои лицо походу я твои щечки снимаю то что ты все время отворачиваешь ладно ну что маргошка что-то добавишь еще учишь русскому расскажи пожалуйста помнишь ты сказала что учитель по французскому что-то тебе предложила по поводу но расскажи расскажи какая идея была ну идея была чтобы во время французского языка чтобы я чтобы я могла как называется учить других деток русскому учить других деток русскому не получилось на почему так ты можешь спросить потому что идея очень хорошая это было бы и для тебя и для них полезно так что вспомни пожалуйста на уроке напомни учитель учителю а будь то еще есть вопросы не вопросов больше нет мы еще попробуем поснимать для вас дорогие наши видео с самого самого лыжного курорта чтобы увидели как там красиво и здорово и как все устроено вот ну а пока мы с вами прощаемся спасибо большое извините за эмоциональный контекст нашего видео но мы без этого не можем я пока пока пока